Очень приятно вообще присутствовать на этой конференции, хотя бы даже и заочно, виртуально, но все равно могу воспроизводить вокруг себя вообще привычную атмосферу зографских чтений, вот и даже, наверное, визуализировать зал, в котором мы обычно начинаем зографские чтения. Моё выступление посвящено Абхидхарме как некоторому своду знаний, который, как известно, представляет собой основу для буддийских школ всех возможных направлений. В докладе я попытаюсь показать, как этот свод знаний работает, и для этого мне необходимо обратиться к определению термина, которым характеризуется современное знание о мире, в том числе и научное знание, это термин «корреляция». То, чем мы пользуемся по привычке в своих определениях данности, можно представить в виде стратегии, в основе которой лежит представление о длящемся субъекте, то есть о себе, чье существование гипостазируется либо в качестве воспринимающего мир начала, либо в качестве начала мир транслирующего тем или иным способом. Между двумя этими полюсами может располагаться широкий спектр представлений, однако все они будут сводиться к какой-то разновидности корреляции бытия и мышления, восприятия и трансляции. То, что называют корреляцией, это в каком-то смысле соглашение между представлением об объектно существующем внешнем физическом мире и представлением о наблюдателе, исследователе, проживающем жизнь в субъекте. Определение корреляции дал в своем эссе Квинтин Миясу после конечности эссе о необходимости контингентности. Вот цитата оттуда, вот я набрал всяких разных цитат в этом представлении, то есть соответственно вот читается, да? От корреляции мы понимаем идею, согласно которой мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но никогда к чему-то одному из них в отдельности. Мы будем называть корреляционизмом любое направление мысли, которое утверждает непреодолимый характер корреляции, понятый таким образом. Поэтому можно сказать, что любая философия, которая не может быть, не хочет быть наивным реализмом, становится разновидностью корреляционизма. Корреляционизм, установленный в качестве стратегии, определяет методы или способы, посредством которых происходит освоение мира. Фактически можно сказать, что корреляционизм становится единственной дозволенной формой философии в настоящее время. Методы, посредством которых происходит освоение мира, начиная с чувственного измерения, когда заученные способы обращения с телом и вещами в тех или иных обстоятельствах постепенно входят в привычку и больше уже не требуют осознанного внимания. И вплоть до сложной, требующей постоянного внимания, теоретической и умственной деятельности. Теперь несколько слов, собственно говоря, о стратегии. Когда я говорю о стратегии, я имею в виду, что наше видение мира, включая научное познание, представляет собой набор методов, куда включены способы восприятия и движения, приобретенные модели поведения, привычные ходы мысли, методов, которые мы постепенно с самого рождения осваивали и продолжаем осваивать, основываясь на фундаментальных представлениях о природе и действительности. В нашем случае таким основанием являются различные типы корреляционизма, которые, начиная с XVII века, формируют в Европе основы научного знания и мировоззрения. В такой стратегии есть свои достоинства, но побочным продуктам такой стратегии познания всегда будут представления о смерти, о старении, о болезни, о прочих заботах, которые в буддизме называются духа. Современным языком это вот изложено тем же самым миосу. Опустошение, заброшенность, внесённые современной наукой в представление человека о себе и о космосе, имеют следующую фундаментальную причину. Мышление было осмыслено как контингентное внутри мира, стало возможным мышление о мире, который может обойтись без мышления, мире, сущности, независимым от факта его осмысления или неосмысления. Таким образом, мы видим, что корреляционизм в каких-то своих аспектах нас не устраивает. Но как может быть представлена когнитивная стратегия вне корреляции? Каким должно быть другое некорреляционистское представление, способное послужить основой для стратегии познавания? Может ли, в принципе, существовать какая-то интерпретация действительности, помимо отнесения себя к миру? Можно ли узнавать иначе? И что за это будет? Представим себе когнитивную стратегию, которая основана не на корреляции, то есть не на отношении какого-то я к какому-то миру, а непосредственно на том, что происходит, на самих фигурах происходящего, то есть на событиях, которые являются условными единицами непостоянства. То есть не на противостоянии в поисках компромисса, а, скажем так, на перечислении. Каждое мгновение происходит множество событий, фактически это поток микрособытий, начиная там с неприятного ощущения в затекшей ноге, предположим, запаха чеснока и до мысли о том, что как-то вообще-то странно общаться по проводам, странно в том смысле, что это превращает нас во что-то еще другое. Так вот, возвращаясь к тому, может ли существовать какая-то стратегия познавания или когнитивная стратегия, стратегия познавания, стратегия узнавания, фактически узнавания вещей вне корреляции? И что это может означать? Из этого следует, что требуется найти такую интерпретацию действительности, в которой корреляционная стратегия познавания или узнавания перестает работать. Или, точнее, такая интерпретация корреляцию не учитывает, потому что нет такой необходимости учитывать эту корреляцию. Вот, кстати сказать, вот вопросы, которые относятся к классу Авьякрида, не имеющие ответа, чем можно было бы объяснить молчание Будды. Потому что не в том ключе спрашивают, не о том спрашивают, не так спрашивают. Это вообще не о том все. Что может представлять собой? Как может выглядеть такая интерпретация? Такая интерпретация предполагает исследование происходящего без учета различия между восприятием и трансляцией мира. Или, другими словами, может быть, осмыслением мира. Другими словами, типы восприятия и осмысления рассматриваются здесь не как функции организмов, а как события, в ряду других событий, которые могут случаться, а могут и не случаться. Вот термин «контингентность» как раз об этом и повествует. Это в каком-то смысле случайность, в каком-то смысле это события, которые могут случаться, а могут не случаться. Это усмотрение мира на таком уровне, или под таким углом, где действительность интерпретируется не в контексте корреляции, а в контексте аналитического перечисления, поскольку восприятие мира и осмысление мира разворачиваются в череду событий. То есть требуется, используя все возможные средства, найти особую позицию, из которой не видно ни восприятия, ни трансляции, ни делания мира. Это исследование структуры только того, что происходит с условным делением на внешнее, внутреннее, видимое, невидимое, номинальное и субстанциональное. То есть, другими словами, это исследование структуры события с целью установления правил, которые позволили бы как-то с этими событиями работать. И вот мы здесь видим цитату из Вьяки к Абхидхарма-самучае, в которой, собственно говоря, определяются предметы. Эти предметы обозначаются в самом начале Абхидхарма-самучае как тридхарма, и происходящее уложено в модель, которая, собственно, называется тридхарма. Это и есть предмет, по отношению к которым должно быть проявлено искусство. В Вьяки говорится, что тактат, то есть Абхидхарма-самучае, составлен так для того, чтобы представить предметы, по отношению к которым должно быть проявлено мастерство, начиная с перечисления групп, сколько их, почему, и всего остального в качестве областей приложения мыслей. Группу я имею в виду сканхи. И, собственно говоря, идет речь о вот этой вот классификации, начальной классификации на группы или сканхи, на классы элементов или тхату, и на аятаны, которые я перевожу как пределы. Почему пределы, будет понятно чуть дальше. Как удобнее всего рассматривать происходящее? Тут важно отметить, что происходит либо что-то, либо происходит ничего. Есть либо что-то, либо ничего. При этом что-то происходит в трех фазах, а ничего происходит в одной фазе. Или, по-другому говоря, чему-то требуется три составляющих части, а не чему достаточно одной части. Как это понимать? Что-то происходит, когда длится. А для продолжения требуется постоянное возвращение или обращение к предыдущему моменту, как к опоре, от которой каждый раз можно, или даже, может быть, нужно отталкиваться, чтобы продолжаться. Каждый раз происходит своеобразный отскок к предыдущему моменту, которого уже нет в наличии, но он еще сохраняется в памяти, как не успевший исчезнуть след со всей своей архитектоникой или как виртуальный слепок предыдущих событий. Для того, чтобы что-то продолжалось, чтобы что-то длилось, как, например, синяя чашка, требуется орган. Можно назвать этот орган умом. Вчера как раз вот речь шла об этом органе, и я согласен с тем, что этот орган можно переводить как ум внимания, способный обращаться к предыдущему событию, к предыдущей синей чашке в данном случае. К синей чашке, я имею в виду вот эту синюю чашку. Демонстрация. То есть нужен доступ к области, где сохраняются слепкие впечатления или значения, слепки к области или к миру, который недоступен чувственному восприятию. Таким образом, значение предыдущего события, предыдущего события, ухваченный умом, присваивается текущему событию и одновременно организует предел возможностей для последующего события. Соответственно, если что-то, хоть сколько-то продолжается, оно должно быть трехфазным. Длиться, значит, оформлять текущее событие в соответствии со значением предшествующего и задавать пределы для последующего события. Таким образом, в случае, когда происходит что-то, событие трехфазное или включает в себя три составляющие, которые можно рассматривать либо последовательно, либо одновременно. Кстати сказать, это очень напоминает трактовку времени у святого Августина. Где бы они ни были, какими бы они ни были, будущее или прошедшие вещи существуют только как настоящие. Ему, как известно, принадлежит интересная концепция времени, которая называется десцентиом аниме, то есть растяжение души. А с другой стороны, Гарампа в трактате, посвященном трём дхармам, даёт следующее объяснение этим трём фазам, о которых речь идёт. Ошибка разума относительно существования Я рассматривается в трёх формах. Ухватывание Я как то, что длится, ухватывание Я как то, что предвкушает или предвосхищает, ухватывание Я как деятеля или причины, противоядие от первого заблуждения в наставлениях о пяти группах, скандках, поскольку если постичь пять групп в качестве основы заблуждения в отношении существования Я, то лишённое Я постигается для счастья. Противоядие от второго заблуждения в наставлениях о пределах восприятия. Противоядие от третьего заблуждения в наставлениях о классах элементов. Собрание, а лучше сказать, куча скандх, куча скандха всего того, что уже испытано к настоящему моменту, формирует настоящий момент как непротиворечивый мир, наполненный длящимися телами, вещами, ощущениями, эмоциями и мыслями. Тело и вся его внешность и внутренность, окрестность тела, всё визуальное, акустическое и прочие области чувственного восприятия, непротиворечиво собранные, а также сами перцептивные, когнитивные и другие возможные связи. Всё это оформлено в непротиворечивую виртуальную действительность, к которой каждый раз обращается ум, позволяя этой действительности длиться. Здесь опять-таки нужно вспомнить цитату из Мелинда Панхи. Восприятие возникает о чём-то испытанном, раз видел, то вспоминают зримо, раз слышал, то вспоминают звук, раз обонял, то вспоминают запах, раз кушал, то вспоминают вкус, раз осязал, то вспоминают касание. Раз осознавал, то вспоминают дхармы. И это своеобразная первая грань события, в котором происходит что-то. Второй гранью является восприятие непосредственно происходящего на основе уже осмысленного предшествующего события. Поток событий сначала воспроизводится сенсорными осознаниями, а после этого отражается умом в виде составных конструкций, которые можно назвать, назвать, следовательно, различать, и которые длятся как тела, объекты и субстанции. То, что схвачено со знаниями, как характеристика непосредственного опыта переживания объектов, возникающих в прошлом и настоящем, всегда еще не случается. То есть всегда сенсорное восприятие, сенсорное сознание опаздывает. Таким образом, то, что уже случилось, оформляет поток текущих событий и зовет пределы, в которых следующее событие может произойти или же не произойти. Попытаюсь объяснить, что я хочу сказать, когда говорю о пределах восприятия. Возьмем, например, цвет. С одной стороны, цвет меняется в зависимости от разных обстоятельств. Одна и та же рупа может в следующий момент поменять свой цвет. Кроме того, восприятие цвета зависит от сформированных в разных культурах стандартов и, наконец, от самих возможностей и особенностей органов зрения. Все эти ограничения достаточно жестко предопределяют восприятие цвета в следующий момент, в следующем событии. То есть устанавливают пределы для зрительного восприятия. С другой стороны, если весь спектр световых лучей оптического диапазона, есть весь спектр световых лучей оптического диапазона, но только оптического, а не акустического, например. И это ограничение, в свою очередь, устанавливает пределы для видимого, то есть для света в данном случае. такие пределы, то есть 12 аятам составляют третью грань всякого события. Кстати сказать, здесь вспоминается сутра и самюта никаи, сутра, который называется саба сутра, сарва сутра, сутра о том, что такое все. И вот в этой сутре Будда определяет все, как 12 аятам. Все это 12 аятам. И вот эти 12 аятам составляют третью грань всякого события и представлены классификации пределов восприятия, которые задают структуру ожидаемых событий, что, в свою очередь, дает основание для критики характеристик аятам со стороны сутрантиков, в частности Шрилаты, которые считали, что реальным существованием обладают только классы элементов. А не пределы восприятия. С другой стороны, Масубандху полагал, что пределы восприятия реально существуют на том основании, что структура ожидаемых событий является фактом знания. Из отдельных ожиданий и благодаря ограничениям составляется Дхарма Аятана. Дхарма Аятана, я перевожу этот термин как горизонт событий. Вот как природа Дхарма Аятана описана в Яких Абхидхарма Самучае. Что касается природы горизонта событий, я буду так пока использовать этот термин, его следует рассматривать в пяти аспектах, как предельно сжатое или как предельно рассеянное, проницаемое, прозрачное, или как обязательство, как воображаемое, или как созданное магическими усилиями, предельно сжатое, форма мельчайших частиц, атомов, предельно рассеянное, проницаемое, в отличие от предыдущих частиц, не создающее препятствий для осезаний или непрепятствующее в контакте, как обязательство неопределенное, а ведь жняпти, воображаемое, форма мысленных образов, созданное силы Итхианы, форма области Итхианы, восьми освобождений. Эти пять аспектов представляют собой возможные диапазоны ожидания предстоящих событий. Харма Аятана можно условно представить в качестве линии, за которой информация о предстоящих событиях существует одновременно в двух несовместимых значениях, значение ноль и значение единица. Отсюда и возможность переводить термин Харма Аятана как горизонт предстоящих событий, которые постоянно отодвигаются, поскольку семена, слепки, оставленные различного рода ограничениями, валае, вичняне, предопределяют форму, в которой событие произойдет. Однако, пока событие не произошло, эта форма представляет собой смешение или суперпозицию двух альтернативных вариантов. Интересно, что Истхирамати и Васибандху считают, что именно Авиджняпти может претендовать на роль формы Дхарма Аятаны. Таким образом, Сканхи, Дхату и Аятаны образуют структуру всякого события, и когнитивная стратегия, в основе которой лежит анализ этой структуры, должна кардинально отличаться от когнитивной стратегии, в основу которой положен какой-то из принципов корреляции мышления и бытия. Абхидхарма в разделе Лакшана Самучаи представляет элементы прагматики языка, в котором такая стратегия может быть организована. И остается вопрос, насколько сегодня мы способны на этом языке разговаривать, я имею ввиду нашу внутреннюю речь о мире, которую мы ведем с самого начала. Спасибо. Пожалуйста, если есть вопросы. Большое спасибо, Владимир Борисович, на особо мудреный доклад. Старался, старался. Поэтому мы можем ожидать и вопросов на понимание, и вопросов поддержательных, каких угодно. Прошу вас. Я понимаю, что, в общем-то, наверное, как-то с самого утра и вдруг навалился сабхидхармой, понимаешь ли. Господа, ну, пока вы думаете, я все-таки бы сказал, поскольку было упомянуто Цканги, все-таки не стоит всерьез относиться к буквалистскому переводу слова, значит, Раши, как груды, потому что Васубандгу пользуется тем самым приемом, который позднее специально рассмотрел Дигнага. Он берет обычное слово от Цканга, которое имеет значение, и плечо, и сук, и армия. И когда он говорит Раши, он имеет в виду, что это ни плечо, ни сук, и не армия. Вот. И здесь никаких куч нету. Это по отрицанию. Да, да, я согласен. Это один из вариантов, который вообще встречается в литературе такой вот распространенной. Да. А вот, давайте. Всем доброе утро, спасибо большое за такой интересный и непростой доклад. Меня заинтересовало вот соотнесение Аят 12-й аят с ответом на вопрос, что такое всё в этой сутре, сарва-сутра. Ну, как бы, как некий конструкт, как-то это можно уложить в голове, но хотелось бы услышать, может быть, какие-то рассуждения, как, ну, как, чтобы вы немножко раскрыли этот момент, как соотносится 12 аят с ответом на вопрос, что такое всё. Ну, понятно, это, что аят — это пределы, да, из этого как-то можно это понять, но всё же хотелось бы немножечко об этом, если можно, пару слов. Ну, как я себе представляю, всё это означает все возможности, которые существуют, скажем, для вас в данный момент, вообще все возможности, все возможности, которые существуют для нас в данный момент. то есть существует возможность, что сейчас на всех на нас по отдельности упадёт метеорит, на каждого из нас. Существует такая возможность? Существует такая вероятность? Да, существует. Существует ли вероятность того, что, предположим, ну, я ж не знаю, что, вот что пойдёт снег? У нас такой вероятности в мае обычно не было, но вот вчера у нас шёл снег, и весь город был засыпан снегом. Вот. Всё, что вы можете представить, это есть всё. И все возможности, они существуют как определённого рода пределы, в том-то всё и дело. То есть есть вероятность, что это событие произойдёт. Это всё. И они как-то умещаются в 12 аят. Хорошо, спасибо. Ещё маленькое уточнение. Вы говорили, что событие определяется трима компонентами. Сканхи, аяты и третье, пожалуйста, если вы могли бы напомнить. Сканхи, аяты и что-то третье ещё. То, что определяет, как бы ткань события. Первый элемент – это сканхи, второй – это дату, и третий – это аятаны. Хорошо. Спасибо большое. Но я думаю, что просто это стоит более детально для себя разобрать. Потом уже. Спасибо. Владимир Борисович, я бы сейчас, не знаю, как там в тибетских переводах, но всё-таки я хочу обращать внимание на некоторую логическую тонкость. Слово «сарва» в общем всегда понимается в индийской философии не как всё в нашем смысле, а скорее как всё, что угодно, любое. Да-да-да. Об этом речь идёт, да. Да-да. Что не предъявишь, потому что иначе получается, что кто-то мог бы предъявить всё, так что ничего не предъявленного разом не осталось. Да-да, совершенно верно, да. Это вот совершенно справедливое и правильное представление о всё. Да. Именно любое. Да. Потому что иначе, понимаете, иначе был бы такой смешной казус. Когда бодисад подаёт обет спасать всех существ, то чтобы его выполнить, он первым делом должен перебить всех остальных бодисадов, потому что они тоже этим занимаются и ему следовательно помешают. Да. Поэтому, конечно, всё, что угодно. Ну, а вот и всё. Далее, пожалуйста. Можно? Виктория Георгиевна, прошу. Доброе утро, коллеги. Я вас приветствую из Франции. К сожалению, вот я не овладела вовремя зумом, поэтому вот только сейчас отключаюсь. Большое спасибо, Володя, за замечательный философский доклад, который надо ещё осмыслить, потому что какие-то вещи такие свежие, ну, нужно куда-то уложить. Вот я пытаюсь как-то соразмерить то, что с тобой сказано, ну, с привычными категориями. И, конечно, первое, что мне приходит в голову, это феноменология, феноменологический подход. Вот, как в противоположность, там, скажем, аналитическому или какому-то другому, любому, неважно. Вот, как ты сам позиционируешь эту свою концепцию? Позиционируешь ли ты её как феноменологическую? Нет. А чем вот тогда она отличается от феноменологической? А потому что феноменология, если мы грубо возьмём, грубо и конкретно возьмём Гусерля, у него там всё равно всплывает суперэго, эго, вот, ноумен, я думаю, что феноменологический субъект там всё равно присутствует. Ну, есть и другие формы феноменологии. Хорошо. Можно понимать это в широком смысле не как гусерскую концепцию, но, скажем, как внимание к тому, что нам дано в опыте, вот, просто к тому, что дано. И именно так понимают очень, это, так сказать, подход очень многие современные философы. Ну, вот, а что значит дано? Все современные философы, вот, за исключением вот этой группы, как раз вот спекулятивных спекулятивных метафизиков, да, все они как раз понимают то, что дано именно в терминах корреляции, вот, и не иначе. Потому что, если не корреляция, есть вариант, когда, скажем, тот же самый Миясу, он предлагает математический выход. То есть, использовать математику в качестве основы для построения, так скажем, новых основ, новых основ мышления. Вот. Что сейчас, в общем-то, по большому счету происходит на самом-то деле, потихонечку. Хочу тебя попросить, как в качестве такой услуги, не мог бы ты мне прислать вот эту видеопрезентацию, если можно, фамилия Миясу, как она пишется? Миясу, я, это самое, это французская фамилия Квентин Миясу. А, я думала, что это японец. Да, это я неправильно произнес. Да, тогда, если можно, пришли мне. Так вот, отдельно, я не знаю, где-то будет. Ты имеешь в виду бумагу? Ты имеешь в виду текст? Ну, вот эту презентацию хотя бы, да, если там есть какие-то ссылки на источники, я бы еще более приветствовала это. Конечно. Хорошо, я тебе пришлю источники и ссылку на презентацию тоже и все, что ты хочешь. Да, да, и тогда мы с тобой поговорим отдельно. Спасибо. Хорошо. Тут есть еще вопрос, который пришел в чат. Ограничения, о которых вы говорите, они общие для всех живых существ и являются абсолютным полным набором или у каждого индивидуума может быть свой набор из перечисленных ограничений, из которых он формирует свою определенную реальность. Видите, здесь вот как раз и возникает проблема, потому что нет индивидуумов. Вот, собственно говоря, в чем проблема. То есть, говоря о наборе, полном наборе, который есть у каждого индивидуума, нет индивидуумов. Набор есть, а индивидуумов нет. Вот как-то так. Шива-Санту-Ша-Санту-Шта Саргадири-Туришвара Шивови-Танутам-Шевам Сама-Ста-Шива-Санн-Ниди Шабда-Синдхум-Самагаттья Бхаш-Ядья-Ирапи-Дургамам Бхи-То-Хам-Крипа-Ятра-Тар Ни-Стар-Яй-Жаг-Дишвара Шива-Санту-Ша-Санту-Шта Саргадири-Туришвара Шивови-Танутам-Шевам Сама-Ста-Шива-Санн-Ниди Шабда-Синдхум-Самагаттья Бхаш-Ядья-Ирапи-Дургамам Бхи-То-Хам-Крипа-Ятра-Тар Ни-Стар-Яй-Жаг-Дишвара Субтитры создавал DimaTorzok